Всем привет, с вами Бланк и это игра Rise of Kingdoms. Сегодня я вам расскажу, как лучше и проще и легче открыть Т-5 войска. Так, начнем по порядку. Я вам не буду рассказывать, что нужно следить в донатном альянсе и прочей ерунду, потому что это понятно и всем. Для начала, когда мы идем к Т-5 войскам, первое к чему мы стремимся это VIP 10. Второе. Мы не участвуем в СМП или в прочей ерунде, потому что для их участия мы потратим слишком много ускорений, которые могли бы потратить на приятные руни. А на СМП нам придется тратить, когда уже есть. Руны может быть не быть, поэтому мы должны экономить наши ускорения и тратить их только тогда, когда это нужно. Видим руну 15, ускоряемся, ставим что-то большое. Нет рун, ставим что-то маленькое. Следующее. Все, что у нас есть из кристаллов, мы вливаем в VIP. Поначалу, единственное, что нам нужно, мы открываем золотых командиров, чисто чтобы получить 10 голов и за 5 долларов купить еще дополнительные 10. Покупаем этот бандл, это в принципе выгодно. Все. Рулетки на командиров, которые нам не нужны, мы не крутим. Все кристаллы мы собираем, потому что с VIP это окупится. Условно, 10 VIP в месяц это 30 голов, 12 это 60. А чтобы в СМП взять, допустим, 30 голов или хотя бы 20 попасть в топ-10, это очень сложно. И вы начнете отставать в развитии. Вам не хватит ресурсов. Следующее. Мы заводим ферму. Неважно, с какой вы сейчас мощности начали вы играть или у вас сейчас 30 миллионов, 40. Ферму никогда не можно завести. Вы заводите ферму, в принципе, на нем можно заходить 2 раза в день, вам этого хватит. Следующее. Если мы спланируем играть Т5 войсками, нам нужно стремиться поначалу к 12 VIP. Я объясню почему. 12 VIP вам нужно поставить до того, как вы поставите 25 Академию. 25 Академия дает плюс 7 скорости исследования. А это очень, или да, плюс 7 и VIP 12, там еще дополнительно 5. Это очень много, потому что там очень долгие исследования, порядка 80 плюс дней, 83, что-то около этого. А поскольку ускорений, если у вас немного, вам нужно все экономить и правильно их распределять. Далее. Если вы уже все понимаете, что вы идете к Т5 войскам, все, к чему вам нужно стремиться, это крутить рулетки только ваших профильных командиров, других мы не делаем. Вот это вот обмен розочек и прочее, это невыгодно. Почему? Потому что карточный король даже гораздо выгоднее. Там вы можете получить еще какие-то дополнительные плюхи, помимо золотых голов. Чуть больше голов, звездочки, ускорения, ключики. Далее. Когда вы понимаете, что вы, к примеру, подошли вот к такой отметке, там ближе к 45 миллионам, вам нужно стремиться к 14 VIP. Объясню почему. Лечить Т5 войска слишком, не то что даже долго, ну и долго, и дорого. А со слабыми золотыми командирами у вас будет быстро забиваться больница, и вы можете прийти к тому, что вы просто не тянете воевать Т5 войсками. Просто вот у вас не хватает ресурсов, их начинает попадать в больницу слишком много, а вы не успеваете их лечить. Так, сейчас посмотрим. Потому что у нас сейчас началось, по сути, преддверие. Вот. Осталось 2 дня 6 часов до нашего второго КВК. Я там планирую слить на мордюрах, наверное, где-то 130-150 тысяч ОД. Посмотрим, сколько у меня будет, потому что, наверное, 1020 нужно ставить на форты. Потому что наше королевство планирует взять топ-1. И нужно набрать много очков. Мне вот что-то осталось. Я единственное, что тоже неправильно сделал. Я пехоту прокачал, хотя она, по сути, не нужна. А вот это вот 9-7 нужно было доделывать коней. Все, у меня здесь остались медицинские отряды. Я это ускорю. Ускорю стременно латную броню и открою Т5 войска. Но это уже, наверное, как побью мародеров. Потому что, по-моему, заподнящие мощи дают 5 золотых голов. Вот когда это будут давать, тогда я уже мощь себе и подыму. Так, следующее. Для того, чтобы открыть Т5, вы сами понимаете, что после первого КВК это сделать сложно. Вам нужно выбрать хороший сервер. Что я под этим подразумеваю? Я вот был до этого на сервере 1347. И скажу, допустим, что таким игрокам, как мне, там сидеть тяжело. Почему? Потому что там пролетело много старых игроков. Но, глядя на них, мы смотрим, что они там за 50-60 миллионов. Им там порядка 500 дней. А у многих из них было по 300, по 600, по 800 тысяч мертвых. Это говорит о том, что такой сервер не готов воевать. А вам, в принципе, даже не настолько важны сундуки, которые падают с олянца. Потому что с них могут как падать ускорения, как и вип-очки, так и всякая ерунда. Типа шахмат дозорной трубы, которая не нужна. Поэтому, на что вы должны стремиться, это на победу КВК. Если даже не победу, то вы там должны хорошо выступить, чтобы взять много наград. Поэтому, если вы выбираете сервер, смотрите, что на нем людей много, а мертвых у них мало, то эти люди воевать не будут. И, скорее всего, на этом КВК вы ничего не получите. А если не попадете в топ-полян, то вам там вообще ничего не светит. Поэтому вы копите ОД, сливайте на мародерах. Сейчас на мародерах очень выгодно сливать ОД, поскольку можно будет обмениваться. К примеру, у вас было всего много, храма Артемиды или там висячих садов было мало. Их не хватало. Вы можете обменяться. Поэтому, в принципе, сейчас считаю, что сливать ОД на мародерах супер выгодно. На карте КВК мы ОД вообще не сливаем, пока мы с ней попадем в последнюю зону, где увидим 36-х варваров и выше. На них мы уже сливаем все ОД буквально за пару дней. Так, что хочу сказать. Я думаю, в принципе, если придерживаться такой стратегии, и не важно, будете вы сидеть в донатном альянсе или нет, то активный игрок Т5 ВСК может открыть, я думаю, где-то на 400-й день. Потому что я допускал ошибки, к примеру, когда был на сервере 13.47. Я там нанимал ВСК на подготовки за универсальные ускорения. Этого делать не нужно, но я, в принципе, хотел, чтобы мы взяли высокое место. А некоторые люди за 2 недели до КВК сливали все ускорения, чтобы взять лишних 20 золотых голов. Поэтому вам просто как совет, универсальные ускорения не сливайте на нанятие войск, пока вы не открыли полностью все технологии и не считаете лег. Что касается теперь командиров, если планируете играть Т5 ВСК. Лично мое мнение, что вам нужно минимум будет 2 профильные связки золотых командиров. Если играете пехоты, то есть 2 пехотные, и 1 кавалерию, и 1 стрелков. Если играете кавалерия, то берете 2 пачки кавалерии, 1 пачку пехоты. Ричарда вы качнуть не сможете, если играете кавалерия. Поэтому, как вариант, я вижу, просто взять Сунзи и Карла. У меня сейчас Карл прокачан так себе, но я вот его немножечко тестировал. Сейчас я посмотрю, где он у меня. Он у меня стоит вторым, и плюс-минус Сунзи он неплох. Потому что вот этих вот командиров я чисто открыл, чтобы купить вот этот бандл за 5 долларов, получить 10 голов. Дальше, какая цель, допустим, у меня? Я планирую собрать, наверное, где-то 300-400 тысяч кристаллов, и когда будет Такиеда и Атила, и я хочу закрутить полные 4 рулетки. Я еще не считал, в принципе, сколько нужно будет кристаллов. Но я думаю, что 3 пятерки 3, одного из них можно будет сделать, а второго можно будет за 4 СМП открыть. Потому что у нас, к примеру, взять в СМП хорошие места не получится. Сейчас вам покажу. У нас лимит на КЕ 5 миллионов очков. Так. А вот это учитывая, что это уже четвертое СМП на Саладина. То есть оно, по сути, должно было быть самым простым, поскольку топы уже свое искорение потратили. Но вот у нас слишком много очей берут. Слишком. То есть, к примеру, чтобы взять хотя бы 10 голов, вам нужно будет набрать где-то миллионов 20. А чтобы попасть в топ-10, уже, грубо говоря, 30. Поэтому, чтобы даром не терять ускорение, вот я думаю, что это самая идеальная тактика. Если бы те книги, можно было бы еще на что-то обменивать, было бы вообще отлично. А сейчас я на сервере 14.11. Я сюда мигрировал. Почему мне понравился этот сервер? Я открыл тут очень много активных альянсов. Тут не два альянса. Тут очень много альянсов. Все очень активные. И у большинства игроков очень много мертвых. Это говорит о том, что тут типа реальные бойцы. Ну вот, тут как бы альянсы мощные и их много. Вот в 11 альянсе моя ферма находится. Вот она рядом со мной. Наверное, в принципе, вот и все. Ну и, конечно же, вам нужно будет готовиться и собирать ресурсы. Потому что, да, драться Т-5 войсками будет слишком затратно. У меня ресурсов собрано много. Поэтому я думаю, что если их открою, я буду готов воевать Т-5 войсками. И я, наверное, потяну, потому что у меня и ускорений на больнице много и ресурсов много. Ну это, наверное, в принципе, все, что я вам хотел сказать. Всем спасибо.